Вы увидите эту прекрасную картину, это гвоздика Лилия, Лилия Роза, это одна из самых узнаваемых работ Саджента, это одна из моих самых любимых работ в истории изобразительного искусства, работа, которая хранится в лондонской галерее Тейт, и она, казалось бы, знаете, о чем-то очень-очень простом. Она о девочках, которые вечером зажигают вот эти китайские бумажные фонарики, но в глазах гения эта простая сцена превращается в нечто волшебное, что можно сравнить только, знаете, с вечерним трудом маленьких эльфов, которые зажигают вот эти фонарики и которые делают нашу обыденность воистину волшебной. Этот сюжет в его голове родился абсолютно случайно, когда он вечером возвращался из какой-то загородной усадьбы, в общем, он находился в гостях, и он вышел, скажем так, на крыльцо, и его взгляд был отправлен в сад, где он увидел этих девочек в белых платьях, которые зажигали эти фонарики. У него тут же родилась идея о том, как можно превратить этот, казалось бы, простой сюжет, не очень большой по размеру, видите, размеры этого произведения, в такую, знаете, дверь в невероятный мир, в мир, в котором простое становится волшебным. Вот эти белые цветы, видите, он выбирает очень интересную такую точку композиции, и кажется, что девочки меньше по размеру, чем вот эти вот лилейники, действительно такие высокие большие кусты, они находятся вот в этом волшебном мире. Они маленькие, маленькие девочки, кружевая их платьев, и вот эти вот лилии, они создают ощущение крылышек, которые есть за их спинами, и которые зажигают вот эти оранжевые мерцающие фонарики. Они будто бы те волшебницы, благодаря которым день сменяется ночью через вот эту романтическую пору в сумерек. И эта картина, она действительно вот переливается, знаете, вот таким особым светом, который передается с помощью небольших оранжевых мазков, которые по-волшебному зажигают эти фонарики. Вот правда, есть ощущение, что несколько мазков полностью меняют восприятие, эта картина, что вот Саджин зажег, имея вот кисть как волшебную палочку буквально. Продолжение следует...